И такая дружба долга, когда ты должен что-то и служишь людям. Заботишься, потому что должен. Такая дружба называется банком, то есть кармическая дружба, кармическая связь, кармический узел. В этой дружбе ты просто отдаешь. Если есть родственник, значит будут мучить. Если есть родственники, значит будут просить долг, что-то о тебе говорить всем и так далее. Надо просто честно служить родственникам, заботиться, отдавать свой долг. Тогда будешь счастлив. Потому что у меня и партий мало, как бы, в жизни, в заботу. Сколько бы ни было, вот есть такие законы. Если ты человеку что-то должен остаться в жизни в этой, следующее он родится твоим родственником. Придется ему долг отдавать в следующую жизнь. В виде отношений, в виде служения, в заботы. И даже это касается людей, которые живут в одной деревне. Но такие отношения создают счастье, в конечном счете. Потому что если ты что-то сделал хорошее для человека, он тебя встречает в деревне и говорит, хороший человек. Все всех заботятся, всех любят. Следующий вид дружбы называется нитра на санскрите. Это означает товарищ, просто товарищ. Приятель. Товарищ, это означает, что по судьбе человек создан таким образом, что он похож на тебя. В прошлой жизни ты сделал что-то хорошее этому человеку. И он рождается для того, чтобы тебе дарить гармонию, взаимность. Ты можешь с ним поговорить о чем-то, можешь съездить куда-то там. У вас общие взгляды интересны, вы очень похожи друг на друга. Товарищ означает гармония. То есть означает схожесть характера, мировоззрения, точек зрения. И товарищи нужны обязательно, потому что именно в этих отношениях развивается духовная платформа. С родственником духовную платформу развить сложно, потому что это менее высокий вид отношений. Это глубокий вид отношений, то есть связь сильная очень с родственниками. Но поделиться сердцем сложно иногда. Допустим, люди думают, ну я о товарищу рассказываю все, а как я живу о своих интересах. Ему все нравится, он сам начинает действовать точно так же. А жене говорю, маме говорю, теще говорю, ноль эффекта. Понимаете, мама, жена и теща, они предназначены не для того, чтобы ты их менял по жизни. Они предназначены для того, чтобы тебя мучить. Они их роль испытывают тебя. Они наслаждают. Поэтому философия им не нужна, им нужно твое служение. Если ты ведешь себя с ними хорошо, они принимают тебе так же свои философии вместе. И начинают следовать тем правилам жизни, которые ты следуешь, потому что они тебя уважают за твое поведение. Таким образом, родственники, близкие люди, это те люди, перед которыми ты всегда практически должен сдавать экзамен в своей жизни. Они принимают от тебя только поступки, а не твои слова. И не интересны твои слова, они в них и верят. Им нужны поступки, факты. Потому что ты не должен поступить. А вот другу ты ничего не должен, кроме хорошего. Между вами хорошая связь, хорошая судьба. Друг появляется в жизни, потому что ты сделал добрые дела какие-то, и этот человек пришел для того, чтобы тебя за это отблагодарить. И именно с друзьями нужно заниматься вместе духовной практикой. С ними надо обсуждать духовные вопросы. Дружба может переродиться в духовную дружбу, понимаете, обычную даже. Тут у меня есть один помощник, у него было два друга. И оба друга стали верующими людьми, потому что они обсуждали вместе духовные вопросы. И они пошли в веру уже вместе. И они пошли вот своим духовным путем вместе, втроем. Каждый в своем месте они разъехали, судьба развела. Но у них есть общая вера. Почему? Потому что они дружили. Понимаете? То есть есть такое понятие дружба. Теперь, некоторые говорят, а как мне найти друзей? У меня нет друзей. А это значит, что у вас нет такой судьбы. Это значит, что вы не делали добрые дела в прошлой жизни для людей вот такие, чтобы у вас появился друг в жизни. Но если вы занимаетесь духовной практикой, встаете на духовный путь, тогда это уже действует не по карме, а по божественным законам. Каждый человек, который встает на духовный путь, он имеет поток себя духовных соратников. То есть людей, которые идут тем же путем. И все эти люди, многие из этих людей становятся близкими друзьями. Когда человек на другую платформу жизни встает, он становится верующим человеком. То тогда у него в результате веры, не по судьбе, а по вере. То есть по отношению с Богом уже появляется много друзей, которые идут таким же путем в жизни, как он. А зачем нужны друзья? А друзья, они меняют всю судьбу человека. Потому что если у человека, допустим, много хороших друзей, вот искренних, они ему помогут во всех вопросах. Они ему найдут жену, найдут работу, найдут доктора и так далее. Понимаете? Все вопросы судьбы решаются через друзей. Вот как себе жену найти? Надо идти на дискотеку, там хочет из себя что-то, да? Есть же простой способ, педа объясняет простые способы, как найти жену. Допустим, друзья помогают. Они вот у каждого друга есть жена там, ну или через один. Ну или по крайней мере, есть знакомые есть. Вот. И они спрашивают девушки, незамужние, где есть вот такая девушка. Раз, пообщались с девушкой, фотографировали там, принесли фотографию. Вот есть такая девушка, хочет замуж, можно познакомить, что-то не нравится. Ну хорошо, давай, другую предложим. Вот это есть еще у нас, вот это есть, вот это нравится. Ну давай сходим в пафе, посидим, посмотри на нее. Не понравится, будем дальше искать. Классно же так жить, да? А то ходишь, думаешь, где, блин, найти себе жену, что такое. И в трамвай там где-нибудь, да? Как вас зовут? И так далее. Как-то так неудобно, да? А может, непонятно, что у них за жизнь там вообще. Может, у них пять детей уже, три брака. Такая красивенькая, сидит, девушка красивенькая, непонятно, что там дальше. Все красивенькие брось, а дальше непонятно. Страшно так, люди часто останутся, а ты одинокими, не знаю, как знакомиться. И по интернету знакомиться тоже, весело. Да, человек в контакте создает свою какую-то группу. Он в этом контакте из себя делает мыльный пузырь, такой мираж, знаете? Самая лучшая фотография, фотошопе доделанная. Самое, все самое лучшее, и такой говорит по скайпу, такой его слова, все такие красивые. Как у нас на фестиваль «Благост» тоже, люди приезжают, знакомятся по интернету, потом приедут, увидели друг друга, говорят, бог ты мой, что-то не то вроде было. То есть и люди, люди создают, теми отлетений наводят друг на друга. Я тебе объясняю, самый лучший способ знакомиться, это через друзей. Но если люди живут в невежестве, друзей нет. Есть только братья по крови. Ну то есть в невежестве люди, как бы, они одной бандитской группировки, понимаете? Не такая дружба. Люди в страсти, у них делали отношения в основном, дружба, у них дружба только, у них есть один вид труб, он называется садка. То есть они вместе ездят на балку, вместе выпивают, ходят в бани, ездят в Турцию, зашмотками отдохнуть. Ну то есть, вот такая дружба, знаете, очень поверхностная. Если что-то случается у тебя, то такие люди все отвариваются обычно. Вот настоящего друга в обществе, в страсти, в обществе, когда люди заняты, работают постоянно, они очень венокие в сердце, потому что вот эта деятельность на извлечение прибыли и достижение успеха в обществе не предусматривает открытие сердца. Она предусматривает вложение силы в успех, только понимаете? Она не предусматривает, что ты силы направляешь на то, чтобы дружить, прощать, просить прощения. Сердечные отношения не развиваются в такой жизни, а развиваются просто вот такое тупое продвижение вперед. И человек при этом не имеет ни друзей, ни таких людей, которые бы ему помогли. Даже часто родственные отношения тоже ручатся у людей в страсти. Они очень единокие люди в страсти. Женщины даже не знают, как и где, и с кем познакомиться. И они поэтому унижаются в любви в страсти очень сильно. В чем унижение заключается? А в том, что они пытаются знакомиться в каких-то кафе, барах, непонятно где. Если человек какой-то обратил тебе внимание, уже счастье. А что там у него за душой неизвестно. Как он жил до этого, непонятно. А когда уже узнал, он уже в постели. А в постели уже назад никуда не денешься, уже связь возникла с человеком. И так мучаются любить друг с другом. Но когда люди живут в благости, они живут в религиозной среде. Вот когда я подошла, у меня работает девушка, она подошла, говорит, Уже сколько времени не могу выйти за ночь. Я не знаю, что делать. Я говорю, давай мне или поможем. Все же, у нас же Маши, родной. Есть, работает у нас. Вот. Мне все, кто работает, занимают выполненный практик, возвышенный есть. Я говорю, ну кто тебе нравится так? Она говорит, ну вот такой парень нравится. Но он же собирается жениться. Ну мы сейчас раздремся с ним, решим работать. Дальше с парнем начинаем обрабатывать, как бы. Получает аксологическую ситуацию, парц в основу ему говорит, Вот тебе подходит такая девушка. Он же потом никогда не думал, что она не подходит. Ну спросил других, как бы, людей, поспрашивали. Подходит ко мне, говорит, нет, он сказал, какая девушка подходит. Я говорю, супер подходит вообще. Посмотри на нее получше. Смотрит получше. Говорит, ну а если подходит, что делать? Я говорю, ну не волнуйся, познакомимся, все, все нормально. Хотя они вместе работают, как бы, познакомимся, поближе. И потом уже мне он говорит, говорит, я так благодарен, что вы, как бы, позаботились обо мне, нашли мне такую девушку замечательную. Вы уже собираетесь жениться, все. Почему? Потому что людям помогают, дают возможность увидеть друг друга. Понимаете? Это духовная среда уже, она глубокую природу имеет. Но откуда она возникает, духовная среда? Чем ближе к Богу, тем легче жить. Ближе отношения с людьми, глубже, больше понимания, больше веры, честнее, совести больше и так далее. Люди, которые стремятся только к тому, чтобы достичь успеха в жизни, они все эти налоги по природе. Им кажется, что у них много друзей, да, много друзей. Но это какие друзья? С которыми я просто отдыхаю, на праздник прихожу с ними. Вот когда человек попадает в стресс, все эти друзья отвариваются. Кто из вас попал в стресс? Идут. Поднимите руку. Много друзей осталось? Ни друзей, ни родни. Ни друзей, ни родни. Все капец, никого нет. Вот теперь найдите себе веру. Начните ходить в храм. Начните, в храм недостаточно ходить, нужно еще ходить. Вот во всех традициях духовных существует такое понятие, как вот люди на квартире собираются, общаются о воде. Вот это надо понимать, и у вас появятся соратники в жизни. Традиционные соратники, когда появляются, они позаботятся вам. Помогут работу дойти, помогут жилье, ну то есть все помогут в жизни, никаких проблем не будет. Понимаете, о чем я говорю, нет? Ваша проблема только в том, что вы не туда вкладываете силы в свою жизнь. Не потому что вы по себе должны быть одинокими. Это просто вы не в том слое жизни находитесь. Есть страстные люди, которые живут просто работой и дома. Есть благостные люди, которые живут отношениями с Богом. Они приходят на духовные программы. Вот туда, допустим, в благости сила есть. В ронах приезжают люди, 600 человек. Все знакомятся за 2 недели друг с другом. Потом пересланируются, промокают друг другу по жизни. Это означает благость уже, другая среда, понимаешь? Которые люди хотят друг жить, заботятся друг от друга. У нас там каждый день в фестивале какое-то мероприятие. Кроме помимо лекций, еще какие-то мероприятия. Мы знакомимся друг с другом. Все должны перезнакомиться в этот день. Дальше, в следующий день. Далее всем подарки какие-то. Покупаешь, кому-то дальше. Конферты какие-то, сладости. В следующий день поем, вместе кормим, еще что-то. Понимаете? Люди постепенно приближаются друг другу. Из этой отмороженной жизни работа дом-келевизор уходит. Понимаете? И начинают там помниться, создаются семьи и так далее. Вы поняли, да? Все зависит от слоя, в котором вы живете. Слои невежества, общения, дружбы. Если люди живут в пьяни, бугари. Женщины ненавидят мужа и пьяницы. Мужчины пьют. И никакой дружбы нет. Какая дружба? Дружба еще понесчастье есть. Она вообще дружбой не называется. Когда люди встречают, я говорю, ой, блин, как мне плохо. А мне тоже плохо. Это скотина, так я от него устала. И я от этого устала. Ну классно, так что вы поговорили хорошо. Ты не дружба, понимаешь? Там нет никакой дружбы. Цель какая у этих встреч. Или звонят друг другу в магазине, того нет, этого нет. Все, деньги дорожают, ты понеслась. Тоже не дружба. Дружба назначает, что-то хорошее говорит. Помогать, дать совет какой-то хороший. Совет всегда означает больно. Люди в плакости могут копить боль. Люди в страсти не хотят, чтобы жизнь кто-то без. Они в закрытом районе. И им совет давать не надо. Мне не нужны твои советы. Люди в плакости советуются друг с другом. Мне кто-то совет дает? Ну, как бы, больно, но я принимаю, потому что человекоправный желает. И так, приятели могут быть, может не быть. Но если человек стремится к плакости, обязательно появится. А так, если есть приятели, обязательно вкладывайте в них силы. Потому что это очень важно. Эти люди в трудную минуту помогают. Они по себе даны, добрые друзья. Для того, чтобы нас вручать в жизни, помогать нам. А беда может прийти в любой момент в жизни. Никто не застраховывал. Но, понимаете, есть еще один тип отношений, который друг вы вообще себе представили. Это называется сухри. Четвертый тип отношений или сердечный друг. Тот, кто находится рядом с сердцем. Прежде чем говорить об этом тихий типе отношений, я хочу еще раз и глубже поговорить о том, что это за сердце вообще. То есть, в бедах есть такое понятие хридаян. Хридаян – это не то, что мешок этот сердечный, который стучит. Это зона, которая находится в области сердца. В этой зоне находится душа. Там же находится центр ума. Там же находится центр любви человека. Там находится его судьба, глубинная память человека. Фактически душа окружена судьбой со всех сторон. И глазами судьбы видит на мир, смотрит на мир. Но за душой находится еще сверх душа – Бог. И дальше он начинает с внутренней жизни жить. И он пробивает карму и видит Бога. И в этом момент он озаряется знанием, счастьем и вечности в своем понимании вещей. Когда человек озаряется вечности, он на жизни не смотрит с позиции сегодняшнего дня. Он начинает понимать, что он вечное живое существо. И поэтому он не ругает никого ни американцев, ни европейцев, ни украинцев. Он понимает, что все это временно. Что его цель – познать лучше мир, ближе быть Богу. Потому что эта жизнь закончится и закончатся все отношения, связанные с этим миром. Будут другие уже отношения, в другой среде. То есть ощущение вечности дает более глубокое представление о жизни, которое исходит от Бога. Дальше человек получает знания, духовное знание. Что такое духовное знание? Духовное знание открывает глаза на жизнь вообще. Люди в основном живут таким образом. Они живут тем, что сейчас нужно делать. Надо вот кончиться замуж, надо рожать. Женщина постоянно плачет, думает, мне нет мужа, нет мужа, как мне дальше жить. Ну то есть и каждый возраст дает свои желания в жизни. То есть возраст посадки, как мне делать так, чтобы жизнь была спокойной, чтобы меня не мучили. Потому что человек больше устает, ему нужно больше отдыха. Он об этом постоянно думает и так далее. Но когда человек получает от Бога знание, то тогда он не беспокоится о временных вещах, он начинает беспокоиться о другом. Как он построит отношения с Богом, со святостью, как найти свою веру, как научиться молитвы и побеждать судьбу. У него другие уже проблемы в сердце, более высокого плана. И он уже внешне побеждает судьбу во многих вопросах. Когда человек получает любовь, энергия и любви в сердце от Бога, три аспекта, что от Бога можно получить. Ощущение вечности, ощущение знаний, ощущение любви. Когда человек любовь чувствует, он может ее дарить. У него другие отношения. Он может всем легко прощать, просить прощения. Он может людям давать возможность ошибаться в жизни рядом с собой. Чтобы они не делали ошибки, ничего страшного, как устроили этот мир. Дает возможность ошибаться, потому что есть любовь. Энергией в жизни, она всеплагает. Она дает возможность человеку жить как рядом. Как он считает, что нужно? Таким образом, эта зона в сердце, она как озеро. То есть там, в этом озере, или много счастья, или мало. Но много или мало не имеет значения. Все наши родственники, друзья, все, кто с нами имеет дружбу какую-то, или родственную, или сердечную, или просто по судьбе дают счастье людям. Со всеми этими людьми есть сердечная связь. И это значит, что когда я им плохо, хочу я этого или нет, мне придется им отдавать свою силу. Если ты не хочешь отдавать свою силу, ты тогда движешь от этого человека, рушишь с ним отношения. Это называется предательство, которое никто никогда не прошает. И за это ты даже перед Богом будешь отвечать, потому что Бог на тебя рассчитывал. Дал тебе этого человека, который в крупную минуту нуждается в твоей помощи, и твое сердце об этом оповестило. Тебе неприятно даже думать о том, что он болит. Надо обратить на это внимание, отдавать свою силу. Почему неприятно думать? Потому что тебе самого сил не хватает. Ты не умеешь молиться, не умеешь от Бога силы брать. Ты думаешь, что я устал, я не пойду ее успокаивать. Она там больная, постоянно что-то плачет, что-то хочет. Видите, у нас есть связи. Ребенок, когда близкий, его не бросишь, да, уже родной ребенок, его не бросишь, он болеет. Тогда какая реакция? От сердца идет энергия счастья от моего. И женщина начинает переживать. Ой, помогите моему ребенку, но он болеет. Он мне так плохо, он болеет, и помогите. Почему так вся человек идет? А потому что опять ему не хочется отдавать, или он не может отдавать свою энергию. Потому что ничего нет, энергии счастья нет, ребенку невозможно помочь своими силами. Человек комментирует помощь у других людей. Хочет, чтобы они помогали вместо него. А что делать-то надо? Вот чувствуете сердце боя за кого-то. Садитесь перед святым человеком изображением, перед голосом святого человека, перед святым местом. Начинайте плавиться, думайте о Боге. И ваше сердце наполняется счастьем, и счастье начинает хватать на этого человека. Сначала успокаивается сердце, первый этап помощи. Потом у него приходит знание, что делать. А потом вера, что все будет хорошо. Это значит, что вы уже на тонком плане судьбу его победили. Спасли его. То есть, видите, наше сердце связано тонкими нигями с окружающими людьми. Это означает, что мы каждый день должны дарить им счастье. И в чем наша проблема главная заключается? Она заключается в том, что мы не дарим счастье им хотим, а наслаждаться ими. Поэтому мы поставим на них обижаемся, что такое обида. Вот пришел к родственнику в гости, а он не дал этой счастья, потому что, может быть, он болен, может быть, он устал, может быть, у него период тяжелой жизни. Не дал счастья. Я иду на к нему с обидой. Думаю, гад такой. Когда он ко мне приходил, я ему дал счастья. А теперь я и к нему пришел, он мне счастья не дал. Все, больше никогда не дадут. Видите, почему так происходит? Потому что мы ждем счастья от близких людей, а надо его отдавать. Пришел к родственнику, видишь, он тебя не обращает внимания. Спрашивает, что делать, в чем делать, что с тобой случилось, почему ты такой, что-то плохо мне, прости. Ну, давай я тебе помогу. Это значит, ты ничего не ждал, ты готов служить всегда и везде. И тогда он будет тебе благодарен уже потом. Сердце его откроется по отношению к тебе. Итак, что такое сухринь или сердечный друг? Вот такая сердечная дружба возможна только в одном случае. Знаете, какого? Когда человек имеет связь с Богом. Потому что во всех остальных случаях сердечные или близкие отношения с людьми невозможны. Потом, по той причине, что они приносят сильную боль. Вот попробуйте сейчас прийти до ноги, открыть свое сердце, рассказать то, что вы почувствовали в лекции близкому человеку. Такой результат будет. Чаще всего один и тот же. Он посмеется над вами или начнет пугаться, даже скажет, куда это понесло. Это же сердце. Когда еще что-нибудь у него возникнет, говорит, испугается или просто не обратит внимания. Почему так? Почему так происходит? Потому что ваша информация будет менять его сердце. И перемены могут возникнуть довольно сильные, потому что вы жили одной жизнью, а получив знание, вы захотите жить другой жизнью. И вы подойдете к нему, скажете, давай вот так жить. Он скажет, что с ними нет, я не готов, я буду жить как раньше. Почему? Потому что, когда люди не наполняют все сердца от Бога энергии, у них не хватает сил что-то менять, они боятся перемен. Понимаете, вы как бы переменам его зовете, вы наполнились какой-то силой, допустим, зовете человеку к переменам, а он не готов, понимаете, он сразу начинает нервничать, говорит, это секта, пошел на какие-то люди на них. И так далее. Почему так происходит? А потому что, когда люди не занимаются духовной практикой, вот этих сердечных отношений близких не предусмотрено, они вызывают боль. Для того, чтобы близкие отношения были, для него нужно наполняться божественной энергии, и дарить вот ее другим, не ожидая ничего взамен. Вот близкий человек понимает меня или нет, я просто служу ему, заботюсь, пока не пробью эти отношения, пока плохая судьба в его сердце не переварится, не появится благодарность, и как результат назад не придет что-то. Вот как устроен этот мир. Но когда люди занимаются вместе духовной практикой, они становятся соратниками, пробивать ничего не надо. Они могут строить глубочайшие отношения, и чем более возвышенные люди, тем более глубокие отношения они могут строить. Еще такие отношения возникают, когда есть тяжелейшие трудности по судьбе, допустим, люди попали на необитаемый остров вместе, вместе надо выживать. Они сначала ругаются там, а потом постепенно они помогают, начинают друг друга, и начинают и становятся сердечными друзьями. Когда люди вместе аскезу совершают, когда они вместе в горы идут, вместе воюют, становятся сердечными друзьями, фронтовой товарищ вызовет. Спас от смерти. Представьте, если у вас человек от смерти спас ценой своей жизни, как бы рисковал жизни, спас от смерти. Становится сердечный друг. Ему сердце открываешь, а война, она так людей, когда ты видишь смерть, глаза сразу открываются, она мельит на жизнь, и люди начинают говорить о многих вещах и богах в окопах между сражениями. Понимаете, тоже такое сердечный друг становится, когда беда посещает человека в жизни. Сразу двух человек вместе. И так далее. То есть, такое бывает, но классический вариант, когда человек становится сердечным другом без беды, без вор, без подводной нотки, на которой мы вместе плывем, неизвестно туда по заданию бедштаба. Вот. Вот. А просто в обычной жизни можно сердечного друга в своей жизни получить, только занимаясь духовной практикой. И пока ты не созрел, как духовно развитая личность, сердечных друзей в твоей жизни не будет. Потому что сердечный друг означает, что ты можешь открыть сердце человеку, даже несмотря на то, что он не хочет тебя слушать. Ты готов? Простите, можно было бы уметь. Потому что если ты не готов, ты просто не откроешь свое сердце. Почему большинство людей не открывают сердце? Потому что они боятся боли, которые возникнут в результате ответа. Понимаете, да? Вот, допустим, у меня сейчас читали лекцию, и мне кто-то встает и говорит, «Вы знаете, Иначе, я вас послушал, ну, какой-то странный такой человек. Наверное, с луны с вами или что? Ну, какой-то непонятный». Понимаете, то есть, я что должен, как-то я делать? Должен плюнуть в моем лицо, сказал, «Пошел гонг, смотрите, верну деньги». Я должен сказать вам спасибо за ваше понимание. Я должен принять все, что, вот я открываю сердце, я должен принять все, что он мне хочет выдать назад. Все абсолютно. Это значит, что я имею право дальше открывать сердце. Потому что, если его ругали, дальше открытый сердце будет закончено. Понимаете, о чем я говорю или нет? Сердце должно быть достаточно смелым, чтобы иметь возможность иметь сердечных друзей в своей жизни. И даже просто любовь человеческую выдержит непросто. Потому что она, любовь, может разные грани принимать. Например, вот ко мне девушка подходит и говорит, «Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за вашу лекцию». Это один тип отношений, это бескорыстный тип отношений. Ну, люди же все не бескорыстные по природе. Я говорю, «Вам спасибо, что вы такие как слова мне говорите, а мы очень благодарны». И она, когда увидела, что я открылась, она говорит, «Видите начать теперь консультацию». Это уже другой тип отношений, которые я не скрываю в сердце, а должен просто служить. И по факту эти два типа отношений не сочетаются. Консультация это одно, а благодарность это другое. Но человеку очень трудно оградить от этого желания все эксплуатировать. Понимаете? Я тоже первое время, когда у меня появился наставник духовный, я писал ему много писем о том, как я живу, то есть какая помощь мне нужна в жизни. Но когда я принимал посвящение, ему сказал, «Я хочу вам служить». Моя язык, ну, как бы, я ему сказал, в чем заключается в наши отношения, что наши отношения такие, «Я буду вам служить, а вы будете давать ему сходы». Теперь, что получилось на самом деле? А получилось то, что я ему пишу письма, на которые он должен отвечать ответы. Кто кому служит? Какого-то? Он мне служит, да? То есть он чем занимается? Вытирает мне сотни, да? И он вытирает год, вытирает два, вытирает три. Потом я принимаю, приезжаю к нему, вынкиваю, и он такой, «Как это я делаю? Какие у тебя еще проблемы?» Я такой, думаю, что-то не то вообще. Я говорю, «Я хочу вам служить». Он смотрит на меня, говорит, «Это хорошо. и как ты хочешь мне служить?» Я говорю, «Хочу, чтобы была возможность всегда вам написать письмо в любой момент, чтобы вы на него ответили». он говорит, он говорит, «Ну, ты хочешь, чтобы я больше тебе служил?» «А ты хочешь не служить?» «Чего ты хочешь?» «Разберись, я готов тебя служить». «Ты разберись, чего ты хочешь?» я пошел, по-другому по-другому к нему относиться, я начал углавить, начал молиться, просить наставления, выполнять их. Я начал служить уже, понимая, что других отношений с этим человеком я не хочу. и тогда отношения станет ближе. Только когда я так начал себя вести, он позволял себе сказать неправду во мне, что-то и промолчать правду во мне. Разок я приехал, он говорит, «Как у тебя дела? Как развитие духовное?» Я говорю, «Очень хорошо, много людей я все слушаю, всех хвалят, там местных учеников был, он сразу какой раз на меня посмотрел, перестал на меня обращать внимание и как бы дальше с другими разговаривать. Я посидел, посидел, ушел, ну потому что он на меня не обращать можно, пошел дальше. Пришел, на следующий день помолился и все понял. Говорю, «Буховный учитель, простите, пожалуйста, меня, я загорбился собой, дайте мне наставление на путь истинный, чтобы я был слугой Бога, а не чувствовал себя Господним». Он посмотрел на меня и говорит, «Не волнуйся, это бывает часто у людей, каждый человек склонен подать вот такие иллюзии, каждый человек склонен гордиться собой, просто думай о старших, молись, думай о Боге, и ты победишь в себе гордость». это уже искренне беседа, понимаете, потому что я по-другому отнесся к жизни, то есть я не эксплуатировал, там, «Помогите мне, помогите мне, помогите мне», «Не эксплуатировать его начал, а служить ему, дайте мне наставление, помогите мне разобраться, не решите мои проблемы, а я сам хочу ее решить». Понимаете, да? Это другой уже вид отношений совсем, который никто никого не напрягает. Это называется сердечная дружба. Она бывает в трех видах. Дружба младшего со старшим, дружба старшего со младшим и дружба равных. Все эти три виды сердечной дружбы, они имеют очень глубокие сердечные связи, в которых люди не хотят пользоваться друг другом, они хотят друг другу только служить. Интересно знать, что такая сердечная дружба может возникнуть в смене жизни. И тогда человек становится настолько счастлив в личной жизни и настолько близкие отношения возвышенные возникают между этими людьми, что они в следующей жизни тоже остаются вместе. Только в этом случае. Есть еще один случай, когда люди вместе остаются в следующей жизни. Но лучше бы я вам его не говорил. Бывают такие ситуации, когда люди настолько ненавидят друг друга. Вот допустим, женщина живет, она пила в прошлой жизни и по сути, по сути, получает мужа пьяница. Часто в женском теле человек отрабатывает карму, а в мужском копе. Ну то есть женщина в прошлой жизни была мужчиной, выпивала. Теперь как отрабатывает карму? женское тело женщины не склонны пить, потому что они не сотканы из энергии любви. Человек пьет, когда ему хватает энергии любви, он запивает отсутствие энергии любви водкой. Потому что бутылка это тоже обладательница энергии любви, но более низкого плана. Это уже любовь, энергии любви, которая связана с духами. и жена если не дает любви ей мужу, он начинает пить. И вот она его за это чеквозит в своем сердце. Ты пьян такая, жить с тобой не могу, а связан с ним не может уйти. А он видит, что она обругает постоянно, тоже ее не любит за это и пьет еще больше. И так как ненавидит друг кубе, ненавидит и всю жизнь, прожили честно всю жизнь, прожили друг с другом, ненавидит друг друга, оставили тело. Кому они должны? Друг к другу. В следующей жизни он рождается женщиной, она мужчиной. Причем даже интересно, как они встречаются. Они чувствуют притяжение друг к другу, взмоковятся друг к другу, но с самого начала чувствуют, что будет жесть. Плачут, не как-то друг с другом быть, но у вас заставляют. Понятность системы? Такое тоже бывает. Глаза вы мои тебя не видели. Да? Продолжение следует... Спасибо.